Человек, который занимается футболом, есть человек, который занимается боксом. Энтузиасты, ребята, они молодцы, они знают, но проводить мероприятия большие негде. Местные спортсмены подрастают, показывают хорошие результаты, но тренироваться негде, жалуются Алексей Дюмин и жители Куркина. Проводить соревнования в районе возможности нет, приходится ездить в соседние. Мужин свой фок. Пустых обещаний не даем, отвечает Дюмин. В ближайшие два года в Куркино масштабной стройки не будет, бюджет уже свёрстан. Запланированы фоки в Узловой, Венёве, Белёве, Ясногорске, в посёлке Шацк. Это десятки миллионов рублей. Но и Куркинский район без внимания не оставят. На 19-й год мы включим и обязательно реализуем эту программу. Всё это сделаем. Но сейчас вот давайте посмотрим, что у вас есть из инфраструктуры спортивной, где можно, вот пока есть летний период, я могу найти определённые источники небюджетные, для того, чтобы усилить какие-то позиции. Чтобы пройти медобследование, нужно ехать в Ефремов. Из Куркин автобус ходит туда всего раз в неделю, продолжают жители. Этот вопрос обсудят в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, отдаёт поручение Дюмин. Как и проблему с большегрузами, которые разбивают местные дороги. Чтобы сэкономить на системе Платон, фуры объезжают федеральные трассы. Ситуация знаком, говорит Дюмин. По его поручению в регион дополнительно приобретут два передвижных пункта весового контроля. В июне у нас уже контракты будут поставлены, двое мобильных весов, малогабаритных. Но в данный момент мы сейчас по вашему поручению проработали. Нашли одну площадку, весы, которые более требовательны к площадке, мы установим через неделю. И поработаем по определённому графику. У жителей Куркинского района немало вопросов к губернатору. А у Дюмина, в свою очередь, не меньше их главе администрации Геннадию Калини. Поднимается вопрос газификации населённых пунктов и тут же выясняется, что в программу сёла не могут попасть с 2015 года, потому что местные власти затягивают оформление документов. Глава одного из СПК района Сетует выступал в своём посёлке спонсором по программе «Народный бюджет». Хотел односельчанам помочь сделать дорогу, но подрядчик всё сделал некачественно. Проводить аукционы вовремя и контролировать ход работ в зону ответственности главы администрации, напоминает Дюмин. Есть перечень обязанностей, которые чёрным по белому написаны, как бы его устал. Если, значит, он его не исполняет, не контролирует, значит, если есть обращение, значит, он не соответствует этой должности. Значит, надо делать определённые выводы, кадровые выводы. Все вопросы, поднятые в ходе встреч, Дюмин обещает проработать. Но с оговоркой решить все проблемы в одночасье не получится. Будут исходить из возможности бюджета. Где-то помогут спонсоры. Жители жаловались, детям негде играть. Дюмин даёт поручение в течение месяца в Куркино установить два детских игровых городка. Деньги выделит благотворительный фонд «Перспектива», его патронирует Дюмин. А ещё сделают тёплую раздевалку для местного спортивного зала. Надежда Милёхина, Роман Тюкин, Первый Тульский.